Газета Уиборчза, Польша. Россия не нацелили ракеты на Европу, но ей это, пожалуй, не мешает. Мариушкане. Газета Уиборчза, Польша. 22 июля 2019 года. Россия, ВВП которой не намного превышает по объему испанский, вновь начинает действовать на международной арене все смелее. Она пользуется тем, что сейчас мы переживаем период формирования нового глобального уклада, приходящего на смену единоличной гегемонии США. И хотя американцам было выгодно отказаться от договора о полной ликвидации ракет средней дальности, поскольку он распространялся только на Москву и Вашингтон, а их основный на сегодняшний день соперник, Китай, мог развивать такие вооружения совершенно свободно. Появление 60 мобильных пусковых установок в четырех точках европейской части РФ полностью изменит ситуацию на нашем континенте. Ответ США на шаги Кремля еще не добрался до Европы и, видимо, не доберется, поскольку его, по сути, нет. Если считать таковым перспективу отправки в Польшу тысячи американских военных, о которой победоносно объявили президент Анджей Дуда, Андрзей Дуда, и Дональд Трамп в Вашингтоне, то он напоминает больше не удар кулаком по столу, а пустое сотрясание воздуха. Тем временем Москва успешно использует существующие в НАТО разногласия на совершенно другом фронте. Недавняя покупка Турции, обладательницы второй по размеру армии в Альянсе, российских зенитных ракетных систем С-400 спровоцировала кризис в отношениях между союзниками. Трамп уже заявил, что он запретит продавать анкористребители F-35. Действия россиян все сильнее расшатывают появившуюся после Второй мировой войны архитектуру безопасности, а ничто не интересует Россию сильнее, чем ее разрушение. Отсутствие реального ответа американцев на размещение Москвой ракет, нацеленных в европейские столицы, может вызывать удивление, но еще более тревожит, что этот факт игнорируют сами европейцы. Конечно, время от времени появляется идея создать совместную эффективную европейскую армию, но никто не имеет понятия, как она должна была бы функционировать. Многие европейские страны не хотят передавать власть над вооруженными силами крупным игрокам – Франции или Германии. Одним из главных поборников идеи появления европейской армии выступает французский президент Эммануэль Макрон. На празднование отмечавшегося недавно дня взятия Бастилии он пригласил в Париж представителей девяти государств, вместе с Францией присоединившихся к европейской интервенционной инициативе, которая выступает площадкой для взаимодействия вне структур ЕС. По задумке, она должна помочь быстро и эффективно принимать решения в рамках коалиции, которая будет способна реагировать на возникающие возле границы ЕС кризисы, не привлекая к процессу НАТО, где играют ведущую роль США. И здесь в европейской семье возникают серьезные разногласия. Ведь, например, Варшава делает своей политике безопасности ставку на американцев и не хочет слышать о какой-либо коалиции, исключающей присутствие Вашингтона. День взятия Бастилии запомнился нам только военным на летающем скейтборде, а от европейской интервенционной инициативы останутся, по всей видимости, лишь воспоминания о риторическом фейерверке и выступлениях Макрона. Европа, погружающаяся во все новые кризисы, создала параллельную реальность, в которой она занимается практически исключительно самой собой, игнорируя возникающие в ее ближайшем окружении реальные угрозы. Мир меняется, не оглядываясь на Европу. Возможно, правы те, кто говорит, что нас в лучшем случае ждет судьба живого музея ушедшего мира, который будет приглашать китайских туристов рекламным слоганом. Приезжайте в Европу и погрузитесь в 20-м век, прошлое, на расстоянии вытянутой руки. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.